Продолжаем разговор, Иван Яковин, Радио НВ. Первую часть я закончил историей о том, как около часа вояра был убит российский комбат, очень успешный комбат, которого отправили сопровождать российского военкора. То есть вот пожертвовали этим самым комбатом, успешным, опытным ради пиара. Но еще интереснее продолжение истории с Эрнестом и Гудвином, это два российских специалиста по управлению беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, разведчики, как на них пишут их друзья и знакомые, специалисты высочайшего уровня, активисты, добровольцы, технические специалисты. Каждый такой спец, на самом деле, в условиях современной войны, где дроны это все, он стоит, наверное, как половину полка, может даже и как целый полк, не знаю. Но оба этих персонажа были убиты в мясном штурме, плюс вместе с ними были убиты еще несколько человек их сопровождение, инженеры техники, которых отправили на штурм вместе с ними. В российском ЗАЦ-сообществе эта история вызвала гигантское возмущение, особенно потому, что перед штурмом Эрнест этот и Гудвин, это их позывные, я не помню, как там на самом деле зовут, в общем записали видеообращение, в котором сказали, что командир их полка торгует наркотиками, что он не занимается техническим развитием полка никак, что он вообще испытывает личную к нему приязнь, и решил таким образом просто убить их, отправив их на мясной штурм. Но они, как люди чести, наверное, или что-то, они сказали, мы согласились пойти на этот мясной штурм, хотя вот этот Пузик, фамилия командира полка, он на самом деле шпион украинской и западной разведки. Я сильно семифаю, что он шпион украинской и западной разведки, но в принципе тогда возникает законный вопрос, если этого человека считаете шпионом иностранным, вражеским шпионом, то что же вы идете выполнять его приказ? Ну а идите в военную прокуратуру и жалуетесь. Но нет, они пошли выполнить приказ и погибли. В общем, в любом случае, вот эта история вызвала гигантское возмущение в российском Z-сообществе. Возвучали требования, просто ногами топали, криком кричали, наказать, наказать этого Пузика, наказать этого Пузика еще интересный позывной злой, и он получается такой злой Пузик. Ну и короче говоря, в общем, страшное было возмущение. Плюс, и к этому надо еще добавить, то, что обвинили усопшие, скажем так, своего этого командира Пузика в торговле наркотиками, в покровительстве торговли наркотиками. Причем, по словам Z-2енкоров, это дело цветет буйным цветом. Так вот, дело это, вроде как начали расследовать про и шпионство, и про торговлю наркотиков, и отправку людей в местные штурмы, начали расследовать, расследовать, две недели прошло, и забили, в общем, забили болт. Как так вышло? Почему? Несмотря на продолжающееся возмущение Z-2енкоров, которые требуют, продолжают писать тексты и криком кричат, что нужно Пузика посадить. Почему? Да потому что вот эта торговля наркотиками, судя по всему, действительно процветает. И мало то, что она процветает, ее крышуют кадыровцы. Опять же, это они так намекают Z-2енкоров, они, естественно, об этом боятся вслух говорить, но, видимо, это так, что, ну, как вы намекают, что представители одной маленькой, но гордой Южной Республики, вот как они называют, значит, крышуют эту торговлю наркотикой. Там она почему на фронте процветает? Потому что, во-первых, все понимают, что мясные штурмы, это как бы идешь, как в последний раз, скорее всего, не вернешься, поэтому, чего уж тут бояться за здоровье, да, можно и наркоты сожрать, особенно, или чтобы просто не бояться. Ну, короче, люди как отрываются, как в последний раз на этом фронте, из-за того, как раз, что работа там организована так, что любой человек понимает, что завтра тебя могут убить, вообще без вопросов. Это во-первых. А во-вторых, у них у всех есть деньги, у них очень-очень много денег, поэтому они и за алкоголь, и за наркоту платят колоссальные бабки. Ну, и, конечно, когда у вас есть постоянный спрос на наркотики и алкоголь, появятся и предложения. А когда там идет такой огромный поток денег, потому что спрос платежеспособный, потому что зарплаты большие, то появляется и мафия, которая это все дело крышует. Ну, а кто в России самая мощная, самая главная мафия, это, конечно, кадыровцы. Собственно, они и присели на это дело. И из обычных людей, которые чем-то недовольны, никто с кадыровцами связываться не хочет, все их боятся. Командиры частей, вот как этот злой пузик у них прикормлены, ну и потоки денег идут огромные, солдатам платят много, солдаты получают свою наркоту, командиры получают свою долю, кадыровцы получают свою, так сказать, долю за крышу. В общем, все счастливы. Из российского бюджета идут деньги на зарплаты российским военным, и эти деньги практически сразу перекочевывают в карманы командиров, через торговлю наркотиками и карманы кадыровцев. Система сложилась, очень хорошо работающая, прочная, мощная и, наверное, неуничтожимая. По крайней мере, никто с ней на данный момент ничего сделать не может. Тех, кто начинает возмущаться, вот как эти там Эрнест Гудвинов внизу из как бы обычных солдат, их сразу на штурм отправляют, и все, больше они не возмущаются. Естественно, это не единичный случай, просто вот Эрнест и Гудвин, они были очень известными в российских з-военкуровских кругах персонажами. Таких других людей, которые там что-то булькают насчет происходящих, их пачками отправляют в местные штурмы, и все, о них больше не возвращаются. Вот в первой части я рассказывал, как это произошло в Волчанске, где буквально там за один час было уничтожено около сотни российских солдат и офицеров. Ну, появляются, знаете, те, кто возмущается вот этой торговлей наркотиками среди командиров, то есть среди там командиров полков, батальонов и так далее. И тут была история в России, прогремела про такого человека с позывным «Белый». Он командир штурмовиков, причем, судя по всему, неплохой командир, поскольку, как о нем все отзываются, у него были прямо очень хорошие показатели при очень низких потерях. И вот этот «Белый», он решил, видимо, какой-то нацик, я подозреваю, и он решил устроить борьбу с употреблением наркотиков в своем подразделении и в соседних подразделениях и начал там арестовывать кого-то и поймал в том числе каких-то там, значит, дракоторговцев. Скрутил их, отправил их в полицию, а в полиции их освободили, а его самого арестовали за превышение полномочия, типа, нельзя так было делать. И, в общем говоря, этот «Белый» оказался в тюрьме. И, скорее всего, из тюрьмы живым уже не выйдет, потому что за него там взялась наркомафия. От этого, конечно, в российском «ЗЭД-комьюнити» вообще там просто все позорвалось. Не будем говорить, что. Все очень недовольны, они очень возмущены, но сделать ничего не могут. И тут я хочу, знаете, что сказать? На мой взгляд, вот эта система торговли наркотиками и, скорее всего, алкоголем тоже, плюс скрешеванием всей этой системы кадыревскими подразделениями, это очень большой союзник Украины. Потому что эта система очень круто разлагает российскую армию изнутри. Она приводит к огромному количеству конфликтов в российской армии. Вы наверняка видели эти ролики ужасные, где каких-то солдат берут голыми, сажают в какую-то яму, их бьют палками, над ними издеваются командиры. Это же все либо наркоманов бьют, либо алкоголиков. 90% случаев, но иногда бывают те, кто покинул свою позицию. То есть, это российское командование таким образом наводит дисциплину в своих рядах. Плюс российское командование само берет бабки за крышевание торговли наркотиками. В общем, разложение идет конкретно, потому что туда идет огромный поток денег, эти деньги и ничем не учитываются. И плюс есть огромный платежеспособный спрос на наркотики и алкоголь. Солдаты торчат, командиры прикрывают, коррупция идет на всех уровнях, и разложение идет просто стремительными темпами. Если вы почитаете телеграм-канал какого-нибудь любого практически российского командира, то он вам обязательно пишет, что главной проблемой на фронте являются даже не украинские беспилотники, а пьянство и употребление наркотиков среди личного состава. То есть идет мощнейшая вот эта история. Менять, поменять эту систему нельзя, потому что если поменять эту систему, то россиянам придется пересажать практически всех своих действующих командиров, так или иначе получающих какие-то доходы от торговли наркотиками. И поэтому уничтожать эта система будет только тех, кто пытается выступить против нее. Ну а остальные мы рты закроют, и я вот все жду дать какого-то момента, что начнут сажать вот тех самых правдорубов, зедвоенкоров, которые пишут, что про, ну, о необходимости борьбы с наркомафией внутри российской армии. Они более много себе позволяют уже говорить, на мой взгляд. Я думаю, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, за ними придут. Почему? Потому что всякие разговорчики в строю, сейчас вот это самое последнее, что нужно российской армии, поскольку 25-й год для нее будет очень-очень непростым, с моей точки зрения. Смотрите, сейчас российская армия наступает на, по сути дела, последних своих резервах и ресурсах, поскольку я думаю, что Владимир Путин понимает, что заканчивается срок работы, система, при которой он мог бесконечно набирать людей, почти бесконечно, потому что вот сейчас он заканчивается, людей на контракт, то есть тех, кто соглашается воевать за деньги. Я думаю, сейчас он надеется с помощью вот этих контрактников захапать как можно больше территории украинской, взять угледар, купинск, возможно, часов яр, и потом переждать какое-то время, подготовиться, и уже дальше идти на Краматорске и Славянск, может быть, и какие-то другие, по-моему, в принципе, мне кажется, стратегическое направление его мысли именно такое. Но если передышки не будет, не получится у него переждать, то придется проводить мобилизацию России. Это уже без вопросов, об этом говорят абсолютно все, то, что людей не хватает в российской армии катастрофически. Сейчас вот они последние так-то прожигают свои резервы, а что дальше будет, уже кричат о том, что будет дальше, знаете, история, как осенью 22-го года, когда Россия наступала, 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 потом в какой-то момент войска закончились и начала наступать Украина, а противопоставить украинским солдатам было уже нечего. Поэтому, и тогда, собственно, и была организована первая мобилизация. И сейчас, я думаю, что не будут доводить до такого российские власти и мобилизацию проведут заранее, чтобы не потерять огромные куски территории. Но на мобилизацию, как вы понимаете, нужно много денег, платить зарплату всем этим мобилизованным. И эти деньги в бюджете на 2025-й год уже зарезервировали. Появился проект бюджета российского на 2025-й год, и там видно рост военных расходов на 22%. То есть, не сокращение, как было в планах Минфина российского, а наоборот, увеличение военных расходов. И я предозреваю, что почти все эти дополнительные деньги пойдут именно на пехоту. Во-первых, пехота сейчас достаточно эффективно занимает, в местных штурмах захватывает украинскую территорию. А во-вторых, брони, бронированных машин, а также ресурсов для производства бронированных машин осталось мало. То есть, эти деньги, так много денег уже туда не надо просто. Деньги пойдут на пехоту, на обеспечение пехоты. А поскольку для того, чтобы получить большое количество пехоты, необходимо проводить мобилизацию, то ее и проведут. Наемников, как я сказал, больше уже почти не осталось. Выгребли и наркоманов, которые за деньги готовы воевали, и бомжей, и заключенные, и сельских бедняков, которые стали наркоманами уже в армии. И так далее. То есть, все вот эти маргинальные слои высосаны практически до под ноль. Не осталось больше тех, кто готов воевать за деньги. Остался городской и средний класс, которого довольно много в России. Ну, как средний, просто бедные, не очень богатые люди, но по российским меркам они средний класс. Так вот, они не очень хотят умирать. И этот средний класс сам массово на войну не пойдет, даже за деньги. Ему деньги не так интересны, ему жить хочется. И он, тем более, этот средний класс, там все в основном читают интернет, все понимают, что происходит. И, например, история, типа как Волчанский в первой части, которую я рассказывал, когда там за час были уничтожены сотни российских солдат. Они все знают, что такое происходит, что такое местные штурмы, поэтому даже за деньги в армию не хотят идти. Что делать в этой ситуации? Придется насильно набирать. И поэтому я думаю, что в конце этого года и в начале следующего года не менее полумиллиона российских мужиков забреют в армию. Ну, попытаются забреть, потому что кто-то будет убегать, кто-то будет прятаться. Ну, в общем, я думаю, задачу это решат, потому что уже там в России подготовлена специальная система электронная и система перекрытия границ, чтобы за границу никто не сбежал и так далее. То есть они очень основательно подготовились к новой волне мобилизации. Под это дело Владимир Путин уже совершенно официально увеличил штатную численность вооруженных сил российской армии, России, извините, но, то есть уже как бы все готово, да, и вот-вот начнут, что называется. Но у мобилизации есть как минимум два серьезных отрицательных для российской власти последствия. Первое, это крайне негативное отношение со стороны населения к насильному набору мужиков в армию. Падение и даже обрушение рейтинга для Владимира Путина, точнее, падение и обрушение рейтинга Владимира Путина и войны, это как следствие этой истории. Потому что мужиков придется отлавливать, хватать, устраивать, облавы, сами уже не пойдут, как я сказал, картинки того, то есть видеокадры того, как идет облава на каких-то мужиков будет просто везде, весь телеграмм, весь интернет будет в этих картинках, это и все еще сильнее будет бить по путинскому рейтингу. Потому что, ну как бы, знаете, в России какая система отношений власти и населения в плане войны. То есть, ну как бы, Путин начал войну силами наемников, силами контрактников, ну и типа, пускай, пускай, население не против. Вот даже посмотреть телевизоры, поболеть за наших и так далее, то есть это прикольно, это интересно, война идет мне на территории России, окей, согласна на такое. Но, когда приходят и говорят, а теперь вы придете участвовать, все такие, нет, 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 я-то почему, это ты организовал, это ты, Путин, твоя война, и ты этим и занимайся, я-то в этом участвовать не хочу. И придется принимать меры, придется отлавливать, устраивать, по сути дела, охоту на людей. Это, естественно, для рейтинга очень-очень нехорошо. И тут, почему это нехорошо? Потому что, Владимир Путин в данной ситуации рискует оказаться в положении советских лидеров, которые вели супернепопулярную войну в Афганистане, а также Бориса Ельцина, который тоже вел крайне непопулярную войну в Чечне. И для советских лидеров типа Горбачева, и для Ельцина это обернулось полной элиминацией, я бы сказал, рейтинга. То есть, рейтинг в ноль ушел, что у Горбачева, что у Ельцина из-за этих войн. Пока, на данный момент путинскую войну поддерживает большинство населения, как я сказал, они, если по телеку посмотреть, прикольно, наемники участвуют, пускай все участвуют, это все окей, народ не против. Но, когда их потащат, они будут очень против. И не из-за того, что они Украину как-то вдруг полюбили, естественно, на Украину им плевать, они даже ненавидят Украину, но сами умирать не хотят. Поэтому рейтинг, скорее всего, тьфу. Для Путина, который сделал эту войну своим легитимизирующим фактором, то есть это как бы главный фактор его легитимности, это война, успехи в войне, вот падение рейтинга войны и падение рейтинга его лично, это будет означать полный отказ со стороны народа, а дальше и со стороны легитимности. То есть его режим реально начнет шататься. Это будет очень, это будет, он попадет в ситуацию позднего Горбачева или позднего Ельцина, когда все уже как бы хотели их скинуть, уже все просто ждали. И на Горбачеву, помните, было в августе 91-го года, там была попытка его скинуть с помощью ГКЧП и значит Ельцина тоже пытались ему импичмент устроить ничего так и не. В общем, короче говоря, Путин очень боится оказаться в этой ситуации, получить, остаться на руках с непопулярной войной и с нулевым рейтингом. Для него это очень опасно, потому что у него легитимности демократической на выборах у него нет, поэтому для него это реально опасно. Путин нужно, чтобы война была популярной и он на нее сейчас все ставит на эту войну, потому что это война основа его власти. И, знаете, есть у него вариант остаться при власти, есть вариант победить, даже если он облажался, если он не смог победить в первые два года и устроил мобилизацию, потом еще одну мобилизацию, для него не все потеряно. Повысить рейтинг он может с помощью победы, военных побед. Вот посмотрите, что сейчас происходит в Израиле. Там был после теракта 7 октября прошлого года, помните, когда более 1200 жителей Израиля были убиты террористами арабскими, рейтинг тогда действующего премьер-министра Нетаньяху упал просто к нулю. Но сейчас за счет того, что он одержал некоторые победы в секторе Газе и в секторе Газа и серьезную, реальную, прям, очень мощную победу одержал в Ливане против Хезбаллы, то рейтинг Нетаньяху вырос и он опять уже может как бы чувствовать себя уверенно, может идти на новый выбор и может даже рассчитывать на то, что останется при власти. То есть вот Путин хотел бы что-то такое провести. То есть да, облажался, да, все накосячил, да, все не получилось, но я сейчас добьюсь военных успехов и народ меня снова полюбит и все будет опять нормально. Поэтому план у него такой. Он хочет добиться серьезных военных успехов, захватив небольшие украинские территории. Для этого естественно нужно будет очень много войск. Я думаю речь там скорее всего будет идти как минимум о полумиллионе наемников. То есть не наемников, извините, а мобилизованных. То есть будут нам мобилизовать полмиллиона человек минимум. Что они с помощью этих людей? Будут захватывать ключевые вот эти точки. Как Углидар, Углидар уже захватили. Часов Яр, Купинск обязательно вот эти два места тоже обязательно попытаются захватить. Покровск скорее всего тоже. И уже вот этой волной огромной людской массы дальше уже попытаются идти на окружение Харькова, на захват Славянска и Краматорска и на попытку окружить Запорожье. То есть вот я думаю уже такие будут цели ставиться. То есть более как бы высшего уровня, более высокого уровня. Может и на Киев очередной рывок попытаются организовать. Ну тут уже конечно от Лукашенко много будет зависеть и от того сколько именно людей в рамках мобилизации Путин к себе наберет. Но Лукашенко в последнее время звучит опять появляется все чаще и звучит все более так сказать воинственно. Я уж не знаю это он просто ради пиара все эти или он серьезно воинственно настроен. Ну посмотрим. Сейчас об этом сложно сказать. Но в любом случае что я хочу сказать? Мясные штурмы выглядят конечно ужасно с точки зрения россиян да вообще по-любому они выглядят ужасно но они работают то есть вооруженные силы Украины отступают. Да Россия теряет сотни тысяч людей но вооруженные силы Украины отступают. Вот как сейчас были вынуждены под давлением этих мясных штурмов уйти из Улидара. И Путин как я понимаю вот на что рассчитывает. То что если получится у него захватить Славянск-Аматорск Купинск Улидар и Часов-Яр то его рейтинги пойдут вверх несмотря на большие потери которые естественно будут сопряжены с этими наступлениями. Но в новой ситуации на фронте вот когда как он в себе надеется да как он предполагает что вооруженные силы Украины понесут большие потери утратят свои позиции будут отброшены глубоко вглубь территории Украины и вот в этой ситуации Путин уже сможет требовать он думает выполнения своих условий отставки Зеленского потому что Зеленского он очень не любит не вступление за документально записанное не вступление Украины в НАТО признание оккупированных России регионов значит ее территории снятие санкций и так далее и так далее весь тот список который он огласил в июне текущего года помните перед мирной конференцией в Брюгенштоке Путинск выкатил свой так сказать ультиматум что он хочет от Украины ну и я думаю он решил этого добиться рискнув просто поставив на мобилизацию все Путин может начать действовать пока в Америке вот такой типа безвласть межвласть правильнее сказать вот после выборов будет вроде как еще Байден старый больной у руля но в то же время Камала Харрис который не очень понимает не очень знает что делать будет принимать дела вот вот в этот момент я думаю он может и начать однако если бы все было так просто то он конечно этот план давно бы осуществил есть огромная проблема которая мешает осуществлению этого плана проблема называется экономика потому что мобилизация равно смерть российской экономики сразу же миллион человек будет выкинут как минимум миллион человек будет выкинут из любой экономической активности это при том что уже сейчас некому работать в России и экономика не военная особенно начнет вот так вот сокращаться сжиматься гигантскими темпами то есть начнется нереальный просто спад экономики проект бюджета на 25-й год вызвал ужас уже даже в Российском Центральном банке. Они говорят, мы с недоумением нашли в этом проекте бюджета много удивительных и странных, непонятных для нас мест. Имеется в виду огромные расходы на оборону, раздутые расходы на оборону. И Центральный банк говорит, мы не сумеем остановить инфляцию. Инфляция будет огромная, как я уже много раз говорил. Скорее всего, Россия доконает даже не украинская армия, а внутренняя российская инфляция. И вот сейчас с мобилизацией эта инфляция взлетит просто в космос. Она даже и без мобилизации влетела бы в космос, но с мобилизацией тем более. Инфляция будет высасывать все силы из российской экономики. Денег не будет вообще ни на что, кроме войны. Учителей, врачей, пенсионеров российских ждет бедности. Даже нищета ждет уже в 25-м году. Все будет отрезано, обрезано ради продолжения войны. Не военная экономика, как я сказал, будет сжиматься. Она и так сжимается. И уже даже по проекту, по прогнозам, извините, Центрального банка России в 25-м году произойдет реальное сокращение объема невоенной экономики. Но я думаю, что с мобилизацией это будет еще более мощный, быстрый процесс. И экономический кризис, скорее всего, будет жестче, чем в 98-м году. И вместе с ростом недовольства от самой мобилизации будет очень сложный период для Путина из-за того, что население будет стремительно нищать, беднеть. И вот в этот момент власть в России, скорее всего, будет очень серьезно шататься. Но другого выхода у Путина, по-моему, уже больше и нет. Потому что без мобилизации фронт начнет обваливаться, начнет сыпаться. Да, сейчас Россия наступает, но я напомню, что она наступала прямо до момента украинского контрнаступления в сентябре 22-го года. То есть ситуация для России очень сложная. Мобилизацию сейчас готовят втайне. Все говорят, что нет-нет-нет, не будет никакой мобилизации. Объявят эту мобилизацию, я думаю, быстро и намного раньше, чем все сейчас думают. И начнется в этот момент очень интересная гонка. Что случится быстрее? Либо Владимир Путин сумеет набрать 500 тысяч человек в армию и с их помощью сумеет продвинуться к Харькову, Запорожью и Днепру. Либо же Украина окажет достойное сопротивление и первой начнет разваливаться и падать, и рушится экономика Российской Федерации. Вот что первым будет? Либо Украинский фронт посыпется, либо Российская экономика. Вот эта гонка начнется. И тут многое, конечно, зависит от того, как Украина сумеет подготовиться к этому, к этим событиям. Будут ли укрепления, будут ли минные поля. Я бы их строил даже в 100 километрах от нынешней линии фронта, потому что черт тебя знает, как оно все обернется. Когда против тебя идет волна в 500 тысяч человек, устоять реально сложно. Ну и кроме того, сейчас, на мой взгляд, нужно, конечно, просить, требовать, умолять западных партнеров предоставить Украине много, очень много, как можно больше противопехотных разных средств, то есть кассетных боеприпасов всех типов, минометных, иноземные мины противопехотные, дроны, пулеметы, все-все-все, всякая противопехотная техника, все пойдет в ход. Нужен, конечно, и свой контрплан, как не дать России осуществить задуманное, отвлечь российские силы на другие участки фронта, но об этом контрплане, я думаю, как-нибудь в другой раз я расскажу, что я думаю, каким бы мог этот быть план. Но, в принципе, я считаю, да, сейчас нужно готовиться к тому, что зимой, скорее всего, Россия пойдет в какое-то массированное огромное пехотное наступление большими силами пехоты, ну, а самой России, конечно, надо понимать, что мобилизация не за горами, и всем жителям России призывного возраста и мужского пола я бы советовал валить оттуда, пока есть такая возможность, потому что, когда объявят мобилизацию, такой возможности уже не будет. Вот на этой оптимистической ноте сегодня я с вами буду прощаться. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До пребыть с вами силы, пока-пока. Подписывайтесь на канал Радио НВ ось тут.